Сегодня у нас в гостях актер Дэниел Дэйль Ютс. Фильм «Ой чудесное прачечное» в прошлом году сделало его известностью. «Полоса успеха» продолжается. Новый фильм с его участием назван произведением искусства уже после премьеры в Нью-Йорке. Это «Комната с видом», экранизация одноименного романа Форстера. Сегодня премьера перед королевой матерью. Вот отрывок того, что увидит сегодня ее величество. Я до сих пор не целовал вас. Нет, не целовали. А сейчас можно? Конечно, можно, Сесил. Вы могли и раньше. Не могу же я заставить вас. Я такая неловкая, простите. Ничего. Это очень романтичный фильм, не так ли? Безусловно. Правда, лично я там не самый чувствительный персонаж. Но фильм, конечно, поставлен очень тонко. Это так. Расскажите немного о своем персонаже. Когда я думаю о нем, у меня сердце кровью обливается. Это человек из ночного кошмара. Крайне самовлюбленный, раздувшийся от самомнения, помпезный. Он погруженный в самого себя эстет. Когда он открывает рот, комната пустеет. Все, что он говорит, мне противно. Вы охотно играете таких героев, или вам больше по душе молодой ловелас? Что ближе вам, как актеру? Когда я познакомился с Джеймсом Айвори, прочитал сценарий и рассмотрел обоих молодых людей, если мы можем назвать Сесила молодым, он родился, наверное, уже 40-летним, я увидел две совершенно разных мужских роли. Джош, конечно, не романтичен в полном смысле слова. В нем есть своего рода болезненность. Но Сесил мне больше понравился. Я мог его прочувствовать. Джеймс спросил меня, в качестве какого я себя скорее вижу. Это был очень тонкий вопрос. Он не спросил прямо, кого я хочу играть. Я сказал, что ни один человек в здравом уме не захочет видеть себя в качестве Сесила Вайза. Тогда Джош спросил, готов ли я сыграть эту роль. Поскольку вам пришлось сильно погрузиться в своего персонажа, постараться ему симпатизировать, видите ли вы теперь в нем себя? Есть ли что-то общее? Надеюсь, что нет. Но в некоторых случаях нельзя только высмеивать его. Форстер признает за ним проблеск человечности, некоторый прорыв в конце фильма. Он проявил лучшее, на что был способен, и после этого, возможно, у него все пойдет в гору. Он начинает думать, как вечный юноша. И это вам не нравится? Не очень. Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...